Красивая, но большая. Сейчас найдем. Подходящая елочка на любой вкус. Сотрудники лесопитомника знают, как угодить даже самым привередливым и избирательным покупателям. Андрей живет в Пушкино, но за символом новогоднего праздника уже несколько лет подряд приезжает в Ивантеевку. К выбору елки подходит ответственно. Меня, конечно, интересует, а вот какие варианты елок, чтобы постояла получше? Не будет ли она сыпаться сильно? Пока у вас есть возможность выбирать, у нас есть сорт голубых елей, которые мы спиливаем и привозим сюда. У вас свой питомник, да? Также с наших полей, естественно, это вся наша плантация. Отличный выбор, никакого ажиотажа, никакого, как это, знаете, в простонародье говорят, впихивания. И здесь очень разумные цены, действительно. Ребенок маленький, поэтому выбрал небольшую елочку голубую. Здесь абсолютно цена-качество соответствует. Персонал здесь очень доброжелательный, всегда встречается улыбками. Новогоднее настроение. Ивантеевский лесопитомник предлагает покупателям на выбор. Ель колючую, в народе голубую, и ель обыкновенную, европейскую. Для ценителей есть и пихта. В зависимости от размера дерева цены варьируются от 450 рублей до полутора тысяч. У нас правильное хранение. Ни в коем случае нельзя менять температурный режим. То есть вот с улицы заносить ее в тепло. Из тепла опять на улицу. Таким образом она, конечно, начнет осыпаться очень быстро. У нас елочки хранятся только под открытым небом. Идет снег, значит, они накрываются снегом. Мороз? Ничего. Значит, мороз их, естественно, охватит иголочки. Но, тем не менее, вот таким вот образом... Это самый, скажем так, надежный способ хранения. Никакие подвалы, никакие там... Даже если это будет просто размещено под какой-то крышей, это тоже, этого делать не нужно. Чтобы срезанная ель хранилась дольше, нужно сначала хорошенько напитать влагой свежий срез, а потом поместить ее в подставку с водой. И следить, чтобы количество воды не уменьшалось, а в комнате не было слишком тепло. И в то время, как иметь живую ель дома хотят многие, платить за нее некоторые не готовы и прибегают к преступным методам приобретения зеленых красавиц. Воруют прямо с полей. У нас ежедневные объезды есть, но более-менее в разное время, чтобы народ не привык. Но все равно без воровства не обходятся. И, к сожалению, жители Ивантеевки, помимо того, что немножко воруют, скажем так, и на полях ведут себя не очень, скажем так, корректно. И мусор вываливают, и костры жгут с шашлыками. То есть это, конечно, все не очень благоприятно сказывается на производстве процесса. Чтобы вырастить новогоднюю елочку на продажу, потребовалось от 10 до 15 лет. В посадке у нашего питомника находится еще около 8 тысяч разновозрастных хвойных деревьев. Их продолжают высаживать, чтобы у ивантеевцев и жителей соседних городов была возможность порадовать себя и свою семью к Новому году. Вообще люблю запах елки. И мне кажется, ничего с ним не сравнится. Потому что, когда входишь в дом, сразу чувствуешь, что наступает Новый год. Жалко, конечно, вот эти ели. Но их же специально выращивают. Это же не те ели, которые растут в лесу. Ну так мне кажется. Поэтому лучше всего приезжать, конечно, и покупать питомники, где их выращивают специально. А некоторые ели мы берем, потом мы высаживаем дома. Некоторые приживаются. После того, как покупатели выберут себе елку, деревья упаковываются прямо на месте. Работает отдел продаж в будни до пяти вечера, а в выходные до четырех. В среднем за новогодний сезон лесопитомник продает около тысячи елей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова